Наш Бог благ и наш Бог милосерд. Когда идет прославление, не стойте рядом, не смотрите со стороны, пытайтесь внырнуть, пытайтесь дух свой открыть, пытайтесь зацепиться чем-то и сказать, Господь, Wi-Fi где? Духовное, хочу законнектиться, хочу видеть твои программы, научишься входить в контакт с Ним, Бог тебе свои программы будет показывать, откровения будет показывать. И в самых непредвиденных обстоятельствах Бог будет славу свою являть. Амин. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Уровень поклонения определяет уровень нашего служения. Это для кого-то пока сейчас тяжкий долг, но для кого-то это уже наслаждение. Нам нужно добиться такого уровня, чтобы молитва и прославление это было чудесное наслаждение общения с Богом. Амин. Потому что это и есть источник нашей силы, мудрости, удовольствия и благословения. Он сказал, вкусите, как благ Господь. Если ты вкусишь, как благ Господь, ты увидишь, как благ Господь. Кто вкусил, тот увидел. Поэтому молодцы, что пришли. Хоть и жарко так, но скоро зима. Я смотрю, Саша в таком наряде ходит в церковь. Думаю, это только в новом поколении можно так. Где дух Господень, там такая свобода. Вообще здорово, что вы пришли. Хоть в трусах. Хоть как. Главное, чтобы... Главное, чтобы мы были здесь. Амин. Бог есть дух. Амин. Я думаю, что особенное благословение Господь приготовил нам на среду. Сегодня я буду проповедовать на тему Носители утешения и успеха. Носители утешения и успеха. Продолжение той же темы, которая воскресенье. Надо улыбаться. Надо иметь хорошее настроение. Надо распространять вокруг себя позитив. Слишком много депрессии. Слишком много уныния. Слишком много грязи. Слишком много негатива вокруг. Убийства, насилия, болезни, эпидемии. Думаю, Господи, если все это через себя пропускать надолго не хватит. Мы должны питаться здоровой пищей. Мы должны питаться Словом Божиим. Наша вера питается не тем, что телек показывает. Или что газеты пишут. Или о чем досужие слухи доносят до нас. Мы питаемся Словом Божиим. Библия говорит, вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. И слава Богу, что мы еще не потеряли этот аппетит. Я смотрю. Слава Богу. Спасибо. Говорите всем, что вы в среду приходили. Потому что такой хлеб, который здесь Бог в среду преломляет, никогда он не преломит. Но это не означает, что в воскресенье не надо ходить. В воскресенье он другой хлеб преломит. Аминь. Халлелуя. Итак, носители утешения и успеха. По-любому каждый из нас приносит свою атмосферу. Давайте согласимся. Каждый человек несет свою ауру. И когда заходит человек, он не только приносит запах, физический запах, какой-то парфюм, или дорогой, или дешевый, или он слишком терпкий, или слишком сладкий, приторный. Но есть еще и духовный запах. И вот свободная, легкая атмосфера. Зашел человек, и вдруг все замолчали. Он как будто всех накрыл. Улыбки исчезли с лиц. И все осторожно смотрят на него. Это контролирующий бес пришел. Это не человек пришел. Это бес пришел в этом человеке, который теперь возьмет все внимание на себя, который скажет, что то, что вы сейчас сделали, это вообще ерунда полная. А вот что я скажу, это будет важнее всего. Есть такие дела. Есть такая атмосфера, наоборот, такая скука тень. Люди молчат, звенят тарелки, вилки, дзынь-дзынь. Ну как дела? Хорошо. Приходит человек, и вдруг все ожило. И вдруг все заговорило, все заулыбались. Человек принес атмосферу. Вот понимаете, мы должны быть носителями вот такой доброй атмосферы, раскрепощенной атмосферы, чтобы нам было уютно. Как кто-то сказал, в присутствии настоящего джентльмена ты и сам чувствуешь себя джентльменом. А в присутствии настоящего подлеца ты и сам себя подлецом чувствуешь. Вопрос, кто приносит атмосферу и в какой атмосфере мы с вами подвержены. Давайте откроем первое место. Это филиппийцам 1.25. Филиппийцам 1.25. Филиппийцам – это где-то после Исаии. Подсказка. Нашли, да? Хорошо, давайте прочитаем. Филиппийцам 1.25. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Еще раз. Внимательно прочитаем. Человек должен знать, что он делает, для какой цели он посещает ту или иную церковь, ту или иную группу, то или иное мероприятие. Я иду для скандала, я иду для контроля, я иду для того, чтобы проверить правильно там все или нет. Я пойду и докажу им, что то, что они делают, это пустяк или что. Мотивы. Скажи, мотивы. Начало всех начал. Мотивация. Для чего я сюда пришел? Зачем я на эту сцену вышел? Зачем я еще в церковь? Зачем я туда пришел? Всегда должна быть четко сформулированной наша мотивация. Для чего? И вот был такой человек, Павел. Он говорит, я верно знаю. Первая мысль, я, я, я. Это значит, я личность, я несу ответственность за то, что я говорю и за то, что я делаю. И он говорит, я знаю, я верно знаю. Все, первая мысль. Мы должны верно знать. Наши знания должны быть верные. Вы знаете, как здорово, когда ты знаешь, что ты будешь сейчас делать. Когда ты знаешь, что будет в понедельник. Когда ты знаешь, что будет в середине августа. Что будет в конце августа. Любящим Бога дано знание от Него. И когда ты знаешь, знания тебя делают свободными, уверенными, авторитетными и влиятельными. Человек компетентный, он свободный. В любой обстановке. Его нельзя законтролировать. Его нельзя сбить с толку. Его с седла нельзя вышибить. Он знает, что он делает. Человек, который знает, куда идет, за этим человеком пойдет весь мир. Даже мудрые в мире говорят, весь мир пойдет за тем, кто знает, куда он идет. Амин. Я верно знаю. Давайте молиться о том, чтобы у нас были знания, как зарабатывать деньги, как приобретать неверующих людей, как принести плод для Царства Божьего. Знания, как сделать церковь привлекательной. Как сделать так, чтобы вокруг нас были умные люди, красивые люди. чтобы наш Иисус был популярный в нашем районе, в нашем городе, в нашем коллективе, в нашей стране. Нам нужны знания. Мы гонимся часто за эмоциями. Это неплохо. Я не возражаю. Я сам эмоциональный человек. И я питаюсь эмоциями, положительными эмоциями. Это все нормально. Это все круто. Энергетика нужна. Но нам нужны знания прежде всего. Амин. Знания. Любящим Бога должны даны не только эмоции. Любящим Бога даны еще и знания. Как конфликт решить. Как на работу устроиться. Какое место в жизни занять. Как жениться. Как выйти замуж. Как решить семейные конфликты. Господи, на каждом шагу. Я недавно с одним человеком встретился. Он был здесь. Давно уже не было. Я его спросил. Ну, дружище, где ты? Куда пропал? Он говорит, мне как-то больше нравится православная церковь. Захожу туда. Там никто не долбит. Никто меня ничего не заставляет делать. Я просто зашел. Мне так легко. Мне так хорошо стало. И я вышел. Я сижу. Я говорю, подожди. А какие знания? А какая информация? Он говорит, а какая информация? Главное, чтобы на душе легче стать. Я говорю, подожди. Ты зашел в ресторан. Понюхал. Там мясо. Там рыба. Там кофе. Там еще. Понюхал. И вышел. И так легко стало. И когда ты спрашиваешь, ну, а кроме того, что тебе легко стало, и ты понюхал. Ну, ладно, если бы понюхал что-нибудь там в две дорожки, это понятно. Но, ну, просто понюхал и вышел. Я говорю, подожди. Ну, кто же, зачем тогда в ресторан ходить, чтобы просто на душе легче? Знания. Я, знаете, чего поймал? Я не сажу никого. Я в церковь хожу не только для того, чтобы легче на душе стало. В туалет сходи, и то на душе легче станет. Я умоляю. Перестаньте, пожалуйста, сравнивать церковь с какими-то другими там мероприятиями. В отличие от всего другого, в церкви я получаю знания. Скажи, знания приведут меня к успеху. Знания приведут меня к победе. Знания сделают меня влиятельным человеком. Амин. Мало ли, что я эмоции чувствую. Ну, что такое эмоции? Легко на душе. Господи, не надо удивлять, как тяжело тебе на душе. Я буду рассказывать, как мне тяжело на душе. Вопрос не в этом. Какие знания у тебя? Знания мне помогут тяжесть скинуть и достичь вот этой легкости. Амин. Поэтому, друзья мои, когда мы приходим в церковь, мы должны знать откровение Божие, знание Божие, Слово Божье строит мое мышление. Амин. Любой успешный человек, вот сколько люди в политическом мире, в бизнес-структурах, в спорте, да где угодно, успех достигается знаниями и рациональным использованием этих знаний. А самая большая беда или самый великий грех – это невежество. Я хочу, у меня эмоции есть, а знания нет. Даже микровейку и то не воткнешь. Желание добра есть. Подогреть ужин, как у меня иногда бывает. Ну ладно, микровейку я знаю, как включать. А вот что под микровейкой какая-то печка такая стоит, ее открывать, что-то туда сует, я там уже, я Ольге звоню всегда, говорю, какую кнопку нажимать. Знания нужны даже при самых простых бытовых вещах. Там у меня две стиральная машинка стоит и еще какая-то, что-то крутится там. Я вообще не знаю, как это все происходит. Я Ольге всегда звоню. Я однажды свою рубашку, она грязная была, я в тазу стирал. Почему? Потому что я ее не знал, как туда засунуть. Вернее, что засыпать и какую кнопку. И я не стесняюсь, я просто говорю, что нам знания нужны, чтобы не стирать в тазике. Вы со мной? Вы знаете, как выглядит церковь, духовный мир. Господь, целый комплекс-то тебе подарил, три кнопки, а ты стиральную доску. И говоришь, я верю, Господь, я верю тебе, Господь. Ты что, какой веришь? Это мы, Господи. Скажи, нам нужны знания во всех отношениях. И для семьи, и для бизнеса, и для процветания, и для исцеления, для всего на свете. Амин. Поэтому, скажи, я прихожу в церковь за знаниями. Мне нужно не только, чтобы легче на душе было. Мне нужно, чтобы мой мозг питался. Мой мозг нуждается в питании. Знание – это питание для моих мозгов. Я, например, недавно на себя аж разозлился. Я не знаю, что-то или я не в духе был. Вы знаете, иногда во сне снится, когда ты все понимаешь. Ты что-то решаешь. Ну, это на подсознательном. У тебя есть понимание. Ты это сделал, ты это. А я утром проснулся злой на себя, потому что тупил всю ночь. Как будто я с кем-то разговариваю и никак аргументов не могу найти. Я как будто куда-то всех веду, только не знаю, куда веду. Знаете, во сне есть неудовлетворение, что ты что-то не понимаешь. Я утром встал, как дурак какой-то. Всю ночь не мог вообще ничего вразумительного никому сказать. Может, это уже перебор. Но я к чему говорю? Хорошо, хоть во сне. Лучше тупить во сне. Скажи соседу, лучше тупить во сне. И даже лучше грешить во сне. А проснувшись, говорит, Бог, дай знания. Дай знания, чтобы не тупить. Дай знания, чтобы не грешить. Дай знания, чтобы иметь четкие ориентиры. Итак, первая мысль. В церкви мы получаем знания, компетенцию, просвещенность. Я знаю, как дом строить. Я построю дом. Если я не знаю, как дом строить, я хоть сорок дней в пост возьму. Я хоть лбом буду бить землю. Не по молитве моей дом строится. Кому-то это откровение, нет? А? Дома строятся не потому, что кто-то сильно молился. Дома строятся из-за того, что кто-то знает, как строить. Логично, нет? Ты скажешь, а зачем тогда молиться? А чтобы дом не развалился. Молитва дает гарантию безопасности и прочность защиты. Аминь. Господи, сделай нас умными. Понимаете, Господь нам пообещал однажды и сказал, что я сделаю вас головою, а не хвостом. Вы помните такое? Вот мне недавно понравился, у меня друг один есть. Он сыпет просто первым. Он говорит, у нас у евреев есть такое обычай, когда мы сидим за столом, щучья голова лежит в середине на подносе. Ее никто не ест. Говорит, язычникам это непонятно. Язычники только хвост обсасывают и пивом запивают. А мы, говорит, настоящие евреи, мы на голову смотрим. И это для нас как пророческий акт, что Бог нас делает головою, а не хвостом. Поэтому, кто сосал хвост в облы соленые, перестаньте себе пророчествовать проклятие. Кто сосет хвост, тот хвостом и станет. Аминь. Так вот, Господь дал нам привилегию, и Он сказал, что мы будем головою, а не хвостом. Давайте вместе скажем. Бог обещал, что мы будем головою, а не хвостом. Так оно и будет. И я провозглашаю это во имя Иисуса Христа. Да, если тебе не нужны знания, значит ты хвост. Логично, нет? Скажите, кому нужны знания, хвосту или голове, а? Так вот, кому уже знания не нужны, поздравляю. Мерзни, волчий хвост. Но если ты жаждешь знаний, это означает, что ты голова. И до тех пор, пока ты мыслишь, как ты говоришь, я мыслю, значит я живу, кто-то из великих говорил, ты тоже великий. Пока ты напрягаешь мозги. Пока шевелишь мозгами. Пока там, как говорится, не только вот, как говорят, не буду ничего говорить после этого. Напрягай мозги. Интеллектуальная лень – начало всех трагедий. Голова отличается от хвоста тем, что в голове есть мозги, а в хвосте их нет. А если есть мозги, мозгам нужны знания. И когда ты жаждешь знания, и когда ты приходишь к Господу и говоришь, Господь, мне нужна мудрость, я прошу Тебя, хочу мыслить, как Ты, дай хоть чуть-чуть Твоей мудрости, Твоих знаний, Твоего опыта. Господь говорит, молодец. Мудрый человек – это тот, кто всегда чувствует недостаток этой мудрости. Господь всем дает просто и без упреков. Короче, это небольшой комментарий к первым трем словам. И я верно знаю. Причем эти знания у нас должны быть проверенные. Я верно знаю. Я не просто знаю. Я верно знаю. В кого я уверовал? Знаете, как апостол Павел говорил? Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, что мне готовится венец правды. Я знаю, кем я был. И я знаю, с кем я встретился на дороге в Дамаск. И хотя все фарисеи мне говорят, что я с ума сошел, я знаю, кому я теперь служу и кому я принадлежу. Амин. Мы должны убедить, быть, во-первых, убежденными христианами. А что такое убежденность? Это я верно знаю. Что за церковь, в которой ходишь? Я тебе расскажу сейчас про новое поколение. Я знаю, что за церковь новое поколение. Да это вот такое-такое. Я тебе расскажу сейчас, что это вот такое-вот такое. Мы должны быть убеждены, друзья, в кого верим, с кем служим. На территории какой церкви мы находимся, мы должны иметь знания. Проверенные, утвержденные и верные. И следующая мысль, я должен знать свою миссию. Я должен знать, кто я. Врач, спортсмен, пастор, бизнесмен, повар. Какое мое призвание? Я должен знать, кто я. Вы знаете, знания, они многогранны. Можно знать Бога и не знать, кто ты. Это неполные знания. Они не дадут тебе счастья. Молодец, что ты Бога знаешь. А ты должен знать, кто ты. Знаете, великое счастье иметь базовые знания о самом себе. Запишите где-то. Самые важные знания в жизни – это знания о своей собственной персоне. Кто я? Потому что если я знаю, кто я, я могу деньги зарабатывать. Если я знаю, кто я, я могу получить правильное образование. Если я знаю точно, кто я, я займу свое место под солнцем. Если я знаю, кто я, я могу знать основание своей профессии гражданской и основание своего жизненного предназначения. Боже, дай нам вот эти знания. Потому что люди, которые не знают, кто они, они за жизнь поменяют 10 работ, 20 профессий. Они будут в чужих санях сидеть, мучиться и других мучить. Это самое большое проклятие. Когда ты на чужом месте. Господи, дай нам знания о самих себе. Кто я? Вот если я точно знаю, что я пастор, я счастливый человек. Вы знаете, что счастливые люди – это те, которые верно знают, кто они. И занимают это место. Место встречи изменить нельзя. Это место твоего предназначения. Итак, я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха, радости, вери. Дальше. Я знаю, кто я. И я знаю, что я могу делать. Понимаете, вот это великое счастье. Когда я знаю, кто я. И знаю, что я могу делать. И знаю, что то, что я делаю, оно приносит окружающим людям радость, утешение, торжество и победу. Тема моей проповеди – носители утешения и успеха. Люди, которые знают, кто они. Знают свою профессию, знают свой дар. Которые знают, что они могут делать. И что они могут делать лучше всего. Они могут быть источником вдохновения, утешения, радости и победы. Амин. Они не ноют. Вы знаете, самые страшные люди – это нытики. Они всегда ноют. Им не хватает роста. Им не хватает, там, или пик, слишком много веса. Им не хватает друзей. Они вечно ноют. Нытики. Они нытики. Они уже пропилили, просверлили все мозги. Им не нравится это. И ты вокруг бегаешь, уже не знаешь, уже не знаешь, что говорить. Хочется сказать, что ты вообще совесть-то поиме, а? Я, как будто я на другой планете живу. Почему один добился успеха, а ты не добился? В чем дело? Нытики Царства Божьего не наследуют. Запишите это. Нытики пойдут в ад. А там в аду семь уровней. И нытики будут сидеть в самом низу. Потому что там вверху веселые грешники будут париться. А кто будет ныть, их вообще туда. Поэтому перестаньте ныть. По-библейски роптать. Знаете, что такое ропот? Это невнятное выражение недовольства. Что ты сказал? Я не расслышал. А тебе не надо же расслышать. Что, не видно, что ли? Невнятное выражение недовольства. Лучше пусть будет невнятное выражение радости. А что ты сказал? Все сразу видно. Не надо даже ничего объяснить. Фейс-контроль. Все понятно. Итак, друзья. Носители утешения и успеха. Это люди, которые знают, кто они. Которые знают свое дарование. Которые это дарование раскрыли. И которые приносят людям позитив. Которые приносят людям радость и благословение. Смотрите, здесь никакой гордости нет. Это честная констатация факта. Он говорит, я точно знаю, что останусь. Прибуду со всеми вами. Для чего? Для вашего успеха и радости вере. Подчеркните эти слова. Для вашего успеха. Я знаю, что когда я буду с вами, я помогу вам достичь успеха. Вот кого нам не хватает. Человек, который придет и говорит, ты неуспешный, побудешь со мной рядом какое-то время. И ты увидишь, ты вкусишь, может быть, впервые сладость победы. Ты преодолеешь себя. Ты не пирожки будешь кушать, а бегать по четыре круга. И скажешь, я никогда такого, никогда в жизни такого и не верил. Чем строже тренер, тем выше результаты. А мы? Почешите здесь, помолите здесь. А пендали тебе не надо хорошего, тренерского, а? Чтобы сорваться с места. Ой, какой он плохой. Плохой тренер, зато хорошие результаты. А что-то у хороших тренеров плохие результаты, а? Я не говорю о грубости. Я говорю о справедливости. Вот давайте еще раз прочитаем. Апостол Павел говорит, я верно знаю, что останусь с вами, прибуду с вами. Для чего? Для вашего успеха, первое, и радости вере. Нам не просто вера нужна. Верующих людей вот столько. Ну, сколько нытиков среди них. Сколько ропотников среди них. Сколько этих кляузников. Я верю, верю, мне Бог. Нам не нужна вера. Нам нужна радость вере. Нам нужны счастливые люди. Чтобы когда мы здесь вот говорим, Господь, молитесь на языках. Пять минут прошло. Зачем долго так? Для вашего успеха. И для радости вере. Вот все, что мы здесь делаем, это только для двух вещей. Я, моя мечта, чтобы вот все были успешны. Образование. Отлично. Диплом. Если ты бизнесмен, будь лучше всех. Водитель троллейбуса, водитель троллейбуса, гонил лучше всех там на этом троллейбусе. Без остановок. Ну, чтобы все на твой троллейбус в очередь стояли. Вот есть же такая тема, да? Успех. Это штука такая, знаете. Не надо много буклетов даже раздавать. Мне кажется, успешные люди буклеты вообще не раздают. Их вот так все, молва из уст в уста. Вот мы отдыхали в этом, в Испании в этот раз. Вы знаете, там в Барселоне, там так много этих ресторанов. Там ресторан на ресторане. И такой, и такой, и такой. Ой, и там даже реклама была на русском языке. В меню нашего ресторана пельмени и борщ. Потому что это надо ехать из России в Барселону, чтобы войти в ресторан и покушать борщ. Я его и дома поем. И туда, и приглашают, и туда. Но я был настолько удивлен, что когда однажды увидел, что в один ресторан стоит очередь человек 80. Вот рядом 20 ресторанов, а сюда очередь стоит. А сюда очередь стоит. Вы понимаете? Как угодно. Цены, качество, обслуживание. Что угодно. Это все в совокупности. Значит, в этом ресторане какой-то успешный шеф-повар, менеджер, не знаю, кто угодно. И знаете, у меня внутри, вот бы в церковь такая. В церкве много-много. А вот в одну стоит очередь. Давайте согласимся. Во времена Нового Завета синагог было много. Но почему-то к одному раввину была очередь. И все вот эти пустые рестораны говорят, что такое, а? Весь мир идет за ним. Вот было же что-то у него, а? Что весь мир, и все туда шли. Что-то у него было. Что было? Он знал успех. Он знал, кто он. Он знал, что он может дать людям. И любил людей. И он знал, что где Иисус, что там было? Там всегда было две вещи. Я с вами для вашего успеха и для радости вере. Запишите где-то, что смысл нашего служения это помочь людям достичь успеха. Первое. А когда будет успех, естественно, тогда будет и радость вере. Тогда церковь будет переполнена счастливых людей, которых арканом отсюда не вытащишь. Аминь. Почему люди уходят? Успеха нет. А если нет успеха, радости нет. А если нет успеха и радости, нытик. А нытик и Царство Божие не сядут и уходят из церкви. Аминь. Так что не ной. Чтобы Бог не обратился к тебе и не заставил ковчег делать. Хорошо. Читаем дальше. Я прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости вере. Дальше. Дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножалась через меня. Следующая мысль. Дабы ваша похвала во Христе Иисусе умножалась через меня. Вот есть ключевые люди. Есть душа компании. Есть вот такие опорные лидеры, которые приносят эту атмосферу. Люди получают успех. Люди встают с колен. Люди начинают верить в себя. Люди начинают понимать, что они такие же, как другие. Имеют право на счастье, на полноценность. И они говорят, я могу. И ты тоже это сможешь. Вау. Попробовали. Радость пришла. И благодаря радости вере умножается похвала во Христе Иисусе. То есть, о чем это говорит? Люди, видя ваш успех, начинают прославлять Отца вашего Небесного. Умножается хвала, авторитет, популярность нашего Господа. Умножилось через меня при моем вторичном к вам пришествии. Итак, мы должны себе объяснить свое предназначение, свою миссию, что я делаю. Знаете, люди ко всему привыкают. Привыкают ныть, привыкают роптать, привыкают к негативным вещам. И я скажу, а есть еще и привычки хорошие. Привыкают к успеху. И когда успеха нет, то что-то неправильно. Поэтому давайте объясним сами себе, что я рожден для успеха. Я рожден для того и мое призвание, чтобы вокруг меня были успешные люди. Даже если кто-то неуспешный, то ты должен объяснить, ты должен вдохнуть жизнь и сказать, что есть успех. Не надо поддакивать неудачникам, которые оплакивают свои неудачи. И ты же, да, да, да. Так говорит Господь, и у меня есть проблемы, сын мой. Не надо таких пророчеств говорить. Надо всегда говорить, что все круто. Праведник семь раз упал, и он встал. Не надо плакать над сбежавшим молоком, когда корова еще живая. У нас всегда есть успех. Итак, друзья, значит, человек, несущий жизнь, человек, несущий благословение, человек, приносящий успех и победу. Это наше призвание. Второе коринфянам 7. Эти люди существуют, они живут среди нас. Но, правда, их очень мало. Их очень мало, а должны, их должно стать больше. То есть, мы должны здесь почувствовать переломный момент. Хватит быть потребителем. Вот давайте есть, согласимся, что есть момент зрелости. Апостол Павел говорит, когда я был младенцем, я по-младенческим мыслил и поступал. А когда стал мужем, я оставил младенчество и стал мыслить, как взрослый человек. Чем отличается младенец от взрослого? Младенец-потребитель. Он ничего не производит, он ничего не делает, он ничего не дает, он к себе требует только внимания. Все вокруг него дают, утешают, памперсы меняют, кормят, он еще... Палец только показывает, и все туда. Бабка, детка, репка, жучка, внучка. И все. Командир сидит на горшке, генералиссимус. Туда! И все туда! И он думает, что он всю жизнь так будет. А представьте, когда он генералиссимус уже 13 лет, и он сидит на унитазе, и палец куда-то поспакает, и никто не бежит, он... А что это? Это перестали любить меня? Наша любовь заключается в том, что вот куда пальцем погашь, беги туда сам. Давайте согласимся, должен однажды произойти в нашей жизни этот болезненный переход от потребительского уровня к уровню нашего даяния и служения. Знаете, как там написано, что Авраам устроил большой пир, когда этого ребенка от груди матери отняли, Исаака отняли от груди матери. А представляете, это же зона комфорта. Это когда ребенка ставят на ноги и говорят, давай топай, малыш. А малыш пошел и упал. Разорался, как будто его убили. Все так начинали, давай топай. За тебя столько молились, а говорят, а ну-ка топай теперь, малыш, молись за кого-нибудь. Я? За кого? Вот за таких же, как ты. Нет, когда я вырасту. А как ты еще будешь расти, если ты не будешь топать? Поэтому не ной, но топай. Заповедь номер один. Амин. И вот помладенческий мыслил. Это когда за меня кто-то неосответственность. Это мне кто-то должен был отвечать за меня. Кто-то должен молиться. Но повзрослеть, это значит взять ответственность за самого себя. Амин. И еще хоть за кого-нибудь. Амин. Итак, от потребительского уровня, от паразитического уровня, мы должны однажды перейти на уровень даяния. А теперь я буду благословлять кого-то. Теперь я кому-то помогу состояться. Если вчера кто-то верил в меня и видел меня не тем, кем я был на том уровне, а видел меня в будущем, кем бы я мог стать. И благодаря чьей-то вере я мог состояться, дружище, окружи себя теми же людьми, такими же несовершенными, но имеющими ресурсы, потенциал. И говори им, что у тебя все получится. Я был таким же, как ты. И ошибался, и лажал, и сколько ошиб... И сколько у меня было. Но не измени свои цели. Продолжай двигаться туда. Помоги кому-то состояться. Вот запишите сами себе. Я должен в этом году кому-то помочь состояться. Это цель моей жизни. Я хочу хоть кому-то, одному неудачнику, помочь достичь успеха. Друзья, ну возьмите, пожалуйста, себе. Ну нельзя просто вот ходить в церковь, просто ходить домой, просто себе что-то обслуживать, кушать, что-то... Ну возьми ответственность за это. Возьми хотя бы одного ученика. Вот запишите себе. Для того, чтобы мне возрастать духовно, профессионально, психологически, да как угодно, возьми ученика. Ученик поможет тебе возрастать. Кого-то ты учишь, кому-то ты передаешь знания, кому-то ты передаешь свой опыт, который... И передавая этот опыт, ты как учитель, ты поднимаешься. А если нету системы учитель-ученик, мы деградируем. Нам кажется, что мы умные. Мы свой уровень или свой потенциал можем определить только в процессе. Когда я свой опыт передал кому-то и увидел себя в ком-то, хотя бы на 40%, я могу считать, что я не зря живу. Я живу не зря. Бог видит себя в ком-то и считает, что Бог успех. Бог имеет успех. Амэн. Поэтому и Павел говорит, доколе не изобразится Христос вас, не будет успеха. Поэтому, друзья, поставьте себе задачу. В этом году я ставлю перед собой задачу помочь достичь успеха хотя бы одному человеку. Сын твой, дочь, друг, брат, сестра, хватит сидеть, не отвечая ни за кого. Друзья, безответственность приведет тебя к депрессии, к разрушению и к разочарованию. Но когда ты в процессе, с кем-то ты дружишь, с кем-то работаешь и кого-то учишь, запомните, мы все учителя для кого-то. Дети – это наши ученики. Новообращенные – это наши ученики. Наши неверующие родственники, друзья – это ученики. Павел говорит, я верно знаю, что я останусь с вами для вашего успеха. Давайте возьмем этот принцип и скажем, что я живу для чьего-то успеха. Я живу для того, чтобы у кого-то был успех. И чтобы у кого-то была радость верии. Да, Боже мой, это самое великое наслаждение, когда учитель видит свой опыт, свой успех в руках, в жизни и в служении своих учеников. Амин. Смотрите, когда Господь три дня учил, потом говорит, я не хочу голодными отпустить. Он говорит, дайте мне какой-нибудь еды. Дали пять хлебов, две рыбки. Он помолился. И ученики стоят. Ну, давай, корми. Мы же сказали, отпусти народ. А он говорит, ну-ка руки уберите оттуда. Я говорю, подставляйте. Мы работаем корпоративно. Я знаю, для чего я остался. Для чего? Я остался для вашего успеха. А что делать? Отдавайте. Идите сюда. Ломает хлеб. Вот вам. Вот вам хлеб. Вот вам хлеб. И что? А теперь вы ломаете. Вот что? Видели, как я ломал, вам давал? Видели. А теперь ломайте и отдавайте ученикам. Друзья, вот что такое ученичество. То, что ты делаешь, научи кого-то. Как ты молишься? Научи кого-то. Как ты проповедуешь? Научи кого-то. Передай ему опыт. Мы живем для того, чтобы ближний имел успех. Скажи, смысл моего призвания. Смысл моего служения. Чтобы мой ближний имел успех. Имел радость в своей вере. И был счастливым человеком. Амин. Халалюя. Итак, смотрите. Второе Коринфянам, седьмая глава. Есть люди, которые приносят позитив, которые приносят энтузиазм, которые сразу приводят человека в тонус. И человеку что-то хочется делать. Есть человек, который приходит и сразу депрессия. Да ничего не выйдет. Не дергайтесь. Я уже молился, молился и ничего не вышло. И ты сидишь, как дурачок. А ты все еще дурачок молишься. Нет, это он дурачок перестал молиться. А ты умничка, что продолжаешь молиться. Никогда не бери чужую роль на себя. Амин. Пока ты в действии, ты умничка. Я буду с вами для вашего успеха и для радости веры. Такие люди есть. Их, правда, не так много, но завтра будет больше. Поскольку мы сегодня перед Богом слово дали. Второй Коринфянам, седьмая глава. Читаем. С пятого. Второе Коринфянам, семь, пять. Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, а внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так, что я еще более обрадовался. Есть такие сложные ситуации, когда почти на краю депрессии апостол Павел, он обличил Коринфянскую церковь, он назвал грехи этой церкви, и там плач, ожесточение, а ты кто такой? А Христос мне к тебе говорит, и тот, кто обличил грешных христиан, он уже жалеет, думает, ну, да сто лет мне это нужно, грешат они там, и это их судьба, что я нос засунулась, и уже тот, кто обличил, начинает жалеть, что он вот в эту ситуацию втесался, эти люди осуждают Павла и говорят, в конце концов, все, а грех-то был не просто так, там инцест был, там вообще кровосмешивание, там вообще, ну, ну, не по-детски грешили они, эти плачут, это грех, надо что-то менять, кто-то ожесточается, а кто такой Павел, зачем он здесь вот разбирается, ему какое дело, как мы живем, Павел, который слышит, что там, как будто осиное гнездо, пошевелили, там все жужжит, он уже думает, наверное, зря обличил, ну, что ли это не нужны, знаете, есть вот иногда вещи, когда ты сделал правильный поступок, а потом тебя дьявол долбит, зачем ты это сделал, и для того, чтобы наступило исцеления требуется носитель утешения, мудрости и божьих ответов, и вот Тит, когда вот мы как два враждебных полюса были, Коринфянская церковь, обличенная, обличаемая Духом Святым, и обличитель, который сказал Господь, ну, я же, ну, я же сделал все, что ты мне сказал, и тогда Тит, средний человек, Господи, как нужно много у нам помощников, а, как много нужно помощников, чтобы даже вот эти посреднические функции они выполняли, и вот Тит, он был как раз из этого среднего второго эшелона власти, он пришел к ним, и они ему жалуются, да этот Павел пришел, ну, ну, что-то такого там, сын с матерью, ну, что, ну, она его так любила, вы что, дураки, что ли, как это, сын с матерью, обалдели, что ли, в язычнике даже так не живут, он правильно сказал, ты точно думаешь, что Павел правильно сказал, конечно, правильно, он не враг, если бы вы знали, как он вас любит, да ладно, если бы вы знали, сколько он молится за вас, да ладно, вот как поступают настоящие помощники, вот как поступают настоящие, они не идут на компромисс, не становятся на одну сторону и говорят, да он дурак, а вы умный, или наоборот, Павел, да они вообще, отстой, это мудрые посредники, миротворцы, которые занимают Божью сторону и говорят, вы молодцы, что смирились, вы плачете, Бог простит, Бог утешит, все будет классно, Павел снова придет, и у вас будет успех и радость вере, потому что после покаяния приходит радость, прощение. Представьте, Тит все это объяснял им, они утешились, а Павел в одиночестве без информации, что такое без знаний? Если у тебя нет знаний, ты даже будешь страдать от своих правильных поступков. А пришел Тит и говорит, Павел, нормально все, я был там в этой коринфянской в Македонии, он в Македонии, он не в Коринфянской, как там, там опять злятся, меня больше не пригласят, они на войну ответили, они что, уходят от нас или нет? Павел, все в порядке, я беседовал. О чем Павел говорит? Тит пришел и утешил, Бог утешил через Тита, через его правильное сердце, через его правильную информацию. Павел, если бы ты знал, как они плакали, они на самом деле раскаялись, они перед Богом переоценили все, сначала ожесточились против тебя, а потом смирились и говорят, а все-таки он прав, а все-таки Бог говорит через него. И Павел вздохнул, фу, ну слава Богу, раскола не получилось, не получилось вражды, не получилось войны. Бог утешающий, смиренных, утешил нас прибытием Тита, который рассказал, что там было. И Павел говорит, и я возрадовался. Вот есть люди, которые радость приносят, которые мудрые, которые справедливые, которые на самом деле приносят божественное откровение. И Павел говорит, и я возрадовался. Носители утешения, носители успеха и благословения. А кто это такие люди? Это не просто психология, друзья. Следующий пункт. Для того, чтобы быть носителем утешения и носителем успеха, быть миротворцем, надо быть человеком духовным. Это носители Божьего помазания. Потому что Дух Святой это самый главный психолог, это самый главный специалист по разруливанию самых сложных конфликтных ситуаций. По плоти ты ничего не разберешь. По плоти. Одна плоть, другую плоть никогда не изменит. Но именно Дух Святой, водимые Духом Святым, водимые Духом Божьим, люди станут носителями утешения и благословения. Давайте откроем первое царство, одиннадцатая глава. Первое царство, одиннадцатая глава. Ситуации могут возникнуть разные. Здесь из истории израильского народа. «И пришел на Асамонитянин, осадил Явис Галацкий, и сказали все жители Явиса на Асу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал на Асамонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Явиса, дай нам сроку семь дней, чтобы послать вам послов во все пределы израильские. И если никто не поможет вам, нам, то мы выйдем». «И пришли послы в Гиву Саулову, пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал». А плакать-то было. Отчего? Потому что они не шутили. Я вот недавно смотрел фильм про викингов, ну там несколько, в сериал был, и я пару фильмов зацепил. Это были жестокие времена. Людей топорами рубили. Вот так глаз выколоть, ноги рубить, головы, там головы летели просто вот, просто как вы знаете, как грузовик с капустой. Там вообще жизнь человека ценилась вообще вот так вот, за пять копеек. И если, и если эти вот язычники пообещали, что вы будете нашими рабами при одном условии, если мы просто один глаз у вас выколем, и будут все одноглазые, значит, евреи, значит, одноглазые. Одноглазые, значит, наш раб. Все. И они просто вот такой позорный, как и условия поставили. А что делать? У них армия. У них там такие порядки. Когда народ весь услышал, говорят, ну что делать? Никто же одноглазым не хотел становиться. И все от страха стали плакать, плакать и плакать. Есть такие ситуации безвыходные, когда вот просто как будто от выхода нет. Пока на арену не выйдет какой-то особый человек, который с Духом Святым связан, и который имеет способность принести утешение и успех. Вот все плачут. Представляете, безвыходная ситуация, безнадега. И каждый друг другу пересказывает, а что ты плачешь? Нас хотят опустить, нас хотят просто опозорить, нас хотят просто лишить нашего саду. Да ты что? Вау! И чем больше рассказывают друг другу, что хотят враги сделать? Слезы, вопли, депрессия, паника, отчаяние. Ну, короче, все плачут. Пятый. И вот пришел Саул позади Волов с поля и сказал, что случилось с народом, что он плачет. И пересказали ему слова жителей Иависа. Слушайте внимательно. Одна и та же информация. В одних людях порождает отчаяние, панику и разочарование и та же информация. В другом человеке вызывает ревность Божью и движение неба. Одна и та же информация. В одних случаях эта информация разрушает веру и рождает панику и отчаяние и в то же время та же самая информация. Пересказали, подчеркните, Саулу пересказали те же самые слова. Но только эти же, те же самые слова вызвали в сердце этого человека совсем другую реакцию. Давайте прочитаем. Кто это такие люди, носители утешения, носители успеха и победы? Как Павел говорит, лозунг духовных людей. Я иду к вам для вашего успеха. Я иду к вам для вашей победы. Я иду к вам для вашей радости и для того, чтобы умножилась слава Божья. Это не я сделаю. Это сделает тот, на кого я уповаю. Амин! Пятый стих. Когда Саулу пересказали эти слова, сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. Шестой стих. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал эти слова. Вот кто такие зрелые духовные люди. Не дух страха, не дух паники, не дух разочарования. Ну вот, мы молились. И начинается вот это. Когда духовные люди слышат угрозы в адрес Божьего народа, Дух Божий сходит. И человек чувствует, что Бог чувствует в это время. То есть происходит резонанс духовного настроения того, кто на небе, и того, кто на земле. Саул, открытый для Бога, пережил ту же самую ревность, которую переживал Бог на небе. Дух Божий сошел на Саула, и воспламенился гнев его. Братья и сестры, вот что нам нужно. Не гнев на брата, не гнев на сестру, не гнев по поводу мелочей, а ревность о доме Господнем. Ревность о народе Божьем. Я возревновал я о Боге Саваофе. Это реакция духовная. Скажи, это была реакция Духа Святого. Аминь. Для того, чтобы в таких условиях людям принести утешение, мир, успех или решение, нужен Дух Божий. Друзья, почему мы с вами говорим, давайте тренироваться в доброе время, чтобы Дух Святой на нас сходил. Если ты, как объяснить, Дух Божий просто так не будет сходить. Если ты не ревнуешь об этом, ревнуй тебя, дорогой. Мы в среду пришли, давайте молиться. Да для чего мы его-то? Поем на языках, прославляем. Да чтобы у нас в жизни был опыт, когда на нас сходит Дух Святой. Если в мирное время, если в благословенное время Дух Святой не сходил на нас, откуда ты взял, что Дух Божий сойдет на тебя вот в это экстремальное время? Давайте тренироваться по воскресеньям, по средам, когда ты дома. Поймай этот опыт и скажи, Господь, если я не знаю, знание, опять знание, знание. Что такое? Знание, когда исполняетесь Духом. Почему Павел тот же, он пишет, исполняетесь Духом Святым. Что такое исполняетесь? У меня должен быть опыт. Я не просто молюсь, я молюсь, приближаясь к престолу Божьему, молюсь, пока однажды что-то происходит, и ты чувствуешь, что Дух Божий сошел на тебя. А когда Дух Святой сошел на тебя, тебя никто не победит. Ты можешь сказать, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, и я все смогу, и все враги будут положены в подножье ног его. Все. Сошел Дух Божий. Если ты хочешь быть носителем утешения, носителем решения конфликтных вопросов, или человеком, несущим мир, ты должен быть человеком, знающим, кто есть Дух Святой, и имеющий опыт. Сошел Дух Господь. Знаете, что зрелые люди говорят, когда встречаются. Самый интересный разговор у них, расскажи, когда последний раз Дух Божий сходил на тебя. И человек говорит, ну вообще, в машине ехал. Я просто рассуждал. Я задавал вопрос, Господи, пообъясни мне, как ты терпишь этих нечистых... И вдруг внутрь все как рухнуло. И я пережил, и Бог мне три фразы сказал. Чем больше вот таких ситуаций в жизни, тем больше шансов у нас победить. А когда мы говорим, расскажите, когда последний раз ты исполнялся Духом Святой? Когда? На служении, на конференции, у тебя в спальне, у тебя в машине или где? Если ты думаешь, и не вспоминаешь, это плохо, это светильник сухой, там масла нету. И когда ночь наступит, тьма может нас поглотить. Амин. Братья и сестры, давайте любить Духа Святого, давайте ценить этим опытом, давайте не будем отлынивать, потому что Бог нас готовит к великим сражениям. То, что современные враги европейские хотят не только глаз выколоть, два глаза выколоть. Они хотят лишить нас детей. Ювенальная юстиция, как современный фашизм, охотится за нашими детьми, чтобы защитить права детей от родителей, чтобы защитить права грешников от церкви, для того, чтобы здесь такую вакханалию устроить. Но мы говорим, нет, нет, слишком поздно. Здесь есть люди, которые исполнены Духа Святого. Закричи громко, халлуйя. Скажи, Дух Господь на мне. Я буду тем человеком, который будет Вадим Духом Божиим. И сошел на меня Дух Святой. Это будет реальность каждого дня во имя Иисуса Христа. Амин. Не силою и не воинством, но Духом Моим, говорит Господь, я положу всех врагов в подножие ног Его. Халлуйя. Халлуйя. Напоминаю тему проповеди «Носители утешения и успеха». И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару валов и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ. И выступили все как один человек. Представляете, как людям нужны эти примеры. Саула услышал. Что? Выколоть глаз? Нас хотят обесчестить? Он встал, и все увидели, как засверкали его глаза. Никогда этого не произойдет! И он так говорил, что все ему поверили. Тысячи людей брызжали. Нам конец. Вот молились. Вот жертвовали. Из Египта выходили. Для того, чтобы... Это все... Нытики. И вдруг пришел другой, говорит, никогда этого не произойдет! И вдруг нытики стали маленькие-маленькие, вот такие как тараканы, и размешались. И все уверовали, и сказали, это правда. Слышите, что произошло? «И страх Господень покрыл всех!» Что такое страх Господень? Это когда ты боишься Бога, а людей не боишься. Страх человеческий. Это когда ты Бога не боишься, людей не сцедишься, просто беспредельщик. Беспредельщик. А здесь страх Господень... И все уверовали. И на него такая селища напала. Он говорит, «Ну-ка, быка сюда!» Представляете, «Быка на 12 частей!» «Сюда!» «Лови!» «Сюда!» «Что он делает?» И потом берет, говорит, в 12 колен Израилевых, вот по одному куску, это, отнесите и скажите, «Изрублю!» Как в том анекдоте прошли, «Порублю!» И все скинулись, «Порублю!» Короче, а здесь, ну поскольку рублей не было, он говорит, вот так вот разрубим быков и, короче, скот того колена или того начальника, который не пойдет вслед Саула и Самуила. Все, «Да ты что, да пусть быки живут! И пусть мы живем!» Один человек пришел, послушайте, мы говорим, надо армию, один человек, который связан с Богом, на которого сходит Дух Святой, который не боится никого, кроме Бога, он может повернуть исторический ход событий. И я знаю, что пребуду с вами для вашего успеха, для радости, для веры и для победы над всеми врагами. Бог им моргало повыкалывает, а мы будем победителями. мне нравится это. Тебе нравится такая проповедь? не страх напал, а Дух Господень напал. Следи, кто нападает на тебя. Не давайте место дьяволу. Будьте с Духом Святым в дружбе. Аминь. Практикуйте эти молитвы. Повторяю, не просто молиться, ты сколько, пять часов молишься. Ну, ты хоть двадцать часов. Вопрос, Дух Святой приходит навстречу? Ты наполняешься, ты радуешься, ты чувствуешь, что ты Бог чувствует. Господи, нам нужен Дух Святой, как никогда, нигде, сегодня. Единственное, кто сегодня представляет интересы Царства Божьего, это Дух Святой. Когда Христос ходил по земле, в физическом теле, то единственное место Божьего присутствия на земле, это был физический Иисус Христос. Если Он был в Капернауме, Его не было в Иерусалиме. Если Он был в Иерусалиме, Его не было в Капернауме. Почему Он сказал ученикам, для вас лучше, чтобы я ушел? Знаете почему? Потому что возможности церкви становятся бесграничными. Он может быть одновременно в Красноярске, в Москве, в Сан-Франциско и в Сан-Риге. Давайте на языках помолимся. Пусть вот это взорвет в нас какую-то ревность. Скажите, Господь, я хочу быть тем человеком, на кого в момент опасности сходит Дух Святой. Я хочу быть тем человеком, который в отчаянных обстоятельствах не отчаивается, но исполняется Духом Святым. Я хочу исполняться не страхом, человеческим неотчаянием. И я хочу исполняться силой, славой и помазанием. Начинай громко молиться на языках. Скажи, Господь, пусть ходит на меня. Дух Господень в существуют и тянувши Сангин Аллилуйя, соедините ваши руки, молитесь за того, у кого, может быть, нету таких градусов, у кого нет такой глубины, начинай кричать в духе, скажи, Дух Господи на мне, Дух Господи на мне, Дух Господи на мне. Дух Господи на мне, Дух Господи на мне. Субтитры делал DimaTorzok Халилюя, 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 халилюя Господь пусть новое поколение встанет как один человек Наполни силой Твоею, наполни славой Твоею Наполни огнем своим И пусть все враги будут положены в подножие ног Твоих Халилюя, камуленджа, 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 галуре менджорма конджа Халилюя, халилюя, халилюя Халилюя, халилюя Благодарю Тебя за этот вечер, когда Ты давал мне знания Мне нужны эти знания Где источник моей силы Знания Где источник моей победы Знания Источник утешения и великого успеха Дух Святой, пропитывай каждую клеточку моего естества Я прошу Тебя Открой мой ум к уразумению Писания Открой мое сердце Чтобы я был сосудом Годный для употребления В Твоих руках Когда приходит опасность Пусть не дух страха Отчаяния Или паники Пусть дух Божий Как ревность Божья Сходит на мою жизнь Я хочу видеть успех Победу В своей жизни Чтобы и в судьбе моих ближних Производить И утешение И победу Во имя Иисуса Христа Амин Аллелуя Аллелуя Церковь сильна Пока она молится И пока она поклоняется Богу Наша сила в молитве Дух Божий придет И все будет решено И ровно настолько, насколько ты исполняешься Духом Святым У тебя есть шансы для победы Помазание Это есть единственный ключ Иисуса убить хотели в первое же После первого же служения В Каперноме проповедовал И все восстали Сказали Кто ты такой Затащили его на гору И хотели скинуть его с горы Но если Дух Господний на тебе Они все застыли И он прошел мимо них Не время Я умру, но только не тогда, когда вы хотите Я умру, когда Бог захочет Когда Дух Господний на тебе Никто не сможет распоряжаться Твоей жизнью Никто не будет тебе диагноз подписывать Прописывать Прописывать Как недавно я услышал Если сложить все рецепты Которые тебе прописывали врачи Из этого получится хорошая колдовская книга Лучше Библию читать Это волшебная книга Для твоей жизни Амин Возьми сейчас свои деньги Возьми сейчас свою жертву Бог так близок Я так хочу, чтобы Бог дал знания Мудрый Соломон Принес тысячу всесожжений И говорит Бог, мне нужны знания Мне нужна мудрость Как руководить Как побеждать Как утверждать мир Мне нужны знания Жертвы открывает Небо Жертвы открывают знания Жертвы это путь к знаниям И путь к откровениям Давайте возьмем жертву Давайте поднимем ее И вместе помолимся И скажем Отец Я благодарю тебя За то, что ты великий Бог Ты всемогущий Бог Ты Бог всех богов И царь всех царей Я на твоей стороне И тот, кто во мне Он больше того, кто в этом мире Я не хочу быть носителем греха Ропота Разочарования Неудач И поражения Я хочу быть человеком Который распространяет вокруг себя Благоухание Познание о тебе Я хочу быть человеком Который приносит утешение Успех Победу И торжество Я приношу эту жертву Чтобы ты дал мне эти откровения Чтобы ты дал мне эти ключи Ключи познания Сделай меня таким человеком Сделай меня головою А не хвостом И поставь меня наверху А не внизу И пусть все враги знают Что мы с тобой В одной команде Помазывай своих детей Свежим елеем Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Пока ведра идут Здесь говорится о том Что реальные молитвы Они имеют ответ И какие-то молитвы Уже отвечены Какие-то еще нет Прочитаем 20-й псалом Начальнику хора Псалом Давида Господи Силой Твоею Веселится царь И о спасении Твоем Безмерно радуется Основанием нашей радости Это не наша сила Силою Твоею Веселится царь И о спасении Твоем Безмерно радуется Ты дал ему Чего желало сердце его И прошение Уст его не отринул То, что желает Твое сердце Бог тебе ответит Не уходи с полдороги Бог дал ему То, что желало его сердце И тебе Бог даст То, чего желает Твое сердце И прошение Уст его Не отринул Ибо ты Боже Встретил его Благословениями Благости Возложил на голову Венец из чистого Золота Он просил у тебя Жизни Ты дал ему Долгоденствие На век и век Велика слава его В спасении Твоем Ты возложил на него Честь и величие Шестой стих Очень Глубокий Я еще раз его прочитаю Велика слава Его То есть царя В спасении Твоем Божьем Ибо ты Положил на него Честь И величие У каждого человека Своя слава Звезда От звезды Разнится в славе Господь прославляет Прославляющих У меня своя слава У тебя своя слава Мы поражены Иногда Религиозно Смиренно мудрим Говорим Какая слава У Бога слава А Бог говорит Иисус даже молился Славу которую я имел Прежде создания мира Я отдал им Господь нам славу Дает Нам не нужно Нет нам нужна слава Чтобы люди боялись Видя Славу Божью Которая обитает На тебе И он говорит Такая мысль Что эта слава Это авторитет Честь Велика слава Его в спасении Твоем Чем чаще Господь нас спасает В глазах врагов Тем выше Этот авторитет Честь И люди видят Славу Божию Над тебе И говорят Бог его спасал Бог его спасает И туда лучше Не соваться И они абсолютно правы Сюда лучше Не соваться Потому что Наш Бог велик Он сказал Касающийся вас Касается зеницы Моего ок Пусть ответы В этом году придут Пусть слава Божья придет Давайте помолимся Об этом Пожалуйста Процессы